Большое спасибо за то, что вы пригласили меня выступить с этим докладом по очень редким опухолям, по медалобластоме. Я буду в основном говорить о медалобластоме у взрослых пациентов, потому что я являюсь взрослым специалистом. И я вам предоставлю информацию по этим редким видам опухоли и о том, как мы можем их лечить, какие у нас текущие практики и какие стратегии на будущее. Итак, возможно, вы помните, что медалобластома – это маленькая, но достаточно злокачественная опухоль мозжечка, которая вызывает мозжечковые симптомы с очень небольшой распространенностью. И вот вы видите, что у нас пик встречаемости приблизительно 5 лет и очень небольшое количество пациентов – это взрослые, старше 16, приблизительно новые 4-10 случаев в год. И, возможно, такое же количество в Соединенных Штатах. И вы можете себе представить, что даже в третичных центрах, таких как наши методических центрах, 1-2 пациента с первичной опухолью в год и небольшое количество – 10 пациентов с рецидивом или пациентов, которых направили к нам для получения второго мнения специалиста. Здесь у вас макроскопическая как раз взгляд. Вот вы видите, как это выглядит. Это опухоль мозжечка, достаточно небольшая опухоль, и вы видите, каким образом она может выглядеть. Может выглядеть либо лежать в полушариях мозжечка, либо располагаться по срединной линии. И также вы видите цвет, вот голубым цветом, зеленым и желтым – это разные подгруппы металлобластомы, которые становятся очень интересными. Несколько позже мы к этому вернемся, потому что одна из этих подгрупп – это как раз то, что подлежит определенной тагерной терапии. И давайте посмотрим на злокачественность и на иммуногистохимию, и классификацию по иммуногистохимии. Вот вы видите, здесь есть некоторые подгруппы по иммуногистохимии. Вы видите, что они могут быть разные. И вы видите, здесь антитела. Мы их можем классифицировать по-разному для того, чтобы определить определенные подгруппы по антителам. Здесь есть и другие методы, безусловно. Например, у нас есть метилляция, исследование по метилированию. И очень многие опухоли мозга, они относятся к определенным подгруппам по метилированию. Вот, например, металлобластомы. Если мы с вами посмотрим на этот слайд, вы увидите, что металлобластомы могут разделяться на несколько подгрупп. Это подгруппы 1, 2, 3, 4 по метилированию. И здесь, вот, по этой зоне 850К. Мы можем получить достаточно большую информацию и классифицировать их по разным подгруппам, которые соотносятся также с разным подходом по терапии. Если мы с вами посмотрим на гистологию, то они не абсолютно полностью соприкасаются с генетическими подгруппами. У нас 4 генетические подгруппы, и они не всегда соотносятся с гистологическими подгруппами. Все это усложняет ситуацию. И здесь вы видите слева как раз, здесь у нас достаточно большое количество антигенов, которые распространяются по всем этим подгруппам. И цитогенетические альтерации или отклонения, возможно, что еще больше усложняет ситуацию по субклассификации. Очень важна для нас она не только с точки зрения классификации как таковой, но и с точки зрения определения возможностей применения таргетной терапии. Справа вы здесь видите дополнительные подгруппы, которые определяются по... Это C4, например. Снизу этой таблицы вы видите 8 дополнительных суб-подгрупп. И то, что касается SonicH, это очень важная группа, которая является распространенной как раз у взрослых пациентов, и на которую как раз мы можем направить таргетную терапию. И ее уже мы делим на 4 еще подгруппы. Что важно для нас? Все эти подгруппы ассоциируются с определенными признаками пациентов. Например, это возраст. У нас взрослые пациенты. В основном это SonicH в этой подгруппе. И дисмопластическая подгруппа. Это то, что ассоциируется с метастазированием. Это 8,9%, например, и до 33% в зависимости от подгруппы. Все это соотносится с разными цифрами по выживаемости. И некоторые подгруппы действительно имеют... Вот это разделение по подгруппам имеет клинические, а не чисто академические значения. И есть еще два дополнительных момента. Первый из которых – это каждая металлобластома, в принципе, является очень гомогенная внутри самой опухоли. То есть вы не сталкиваетесь с такой гетерогенностью, как в глиомах. То есть это одна клетка от одного пациента, например, и металлобластома. Сама по себе. Все клетки будут из одной и той же... Одного относится, когда мы там уже подгруппили под классу. Тем не менее, у нас есть определенные отклонения. Соматические. И определенная гетерогенность все-таки существует. Вы видите, что большинство опухолей, они все-таки связаны с соматическими отклонениями. И, соответственно, за всем этим могут стоять разные генетические драйверы внутри одной опухоли. Если вы сможете попробовать смодулировать терапию первого ряда, то вы увидите, что существует генетическая эволюция этих опухолей. Слева на этом слайде вы видите животные модели. И красным цветом это метастатическая рекуррентная рецидивирующая опухоль. А здесь у нас небольшой перехлёст между первой линией рецидивирующей метастатической опухоли, где первая линия терапии не была эффективной. Если вы посмотрите на возможности таргетной терапии, то вы прежде всего должны сделать биопсию для того, чтобы получить четкую генетическую информацию по данному вопросу. Это ещё одна очень сложная схема, справа этого слайда показывает, какие мутации, как правило, связаны с рекуррентной или первичной опухолью, и какие мутации не наличествуют. Здесь группа 4 очень важна. Здесь мутации. Или, например, Сони Хэтчап. Это группа, где у нас много рецидивов возникает, и мы должны, безусловно, рецидивирующую опухоль рассмотреть на предмет подобных генетических моментов. Почему так важно посмотреть на медалобластому у взрослых? Потому что биология очень сильно отличается, и она часто поражает пациентов среднего возраста. То есть это, по большому счёту, люди репродуктивного и трудоспособного возраста в самой середине их карьер, и она действительно важна для научного сообщества, потому что у нас очень мало, так скажем, данных по возможности терапевтических подходов у взрослых пациентов. Классический подход – это химиотерапия. Химиотерапия, которую вы, скорее всего, хорошо знаете, потому что детей педиатрических пациентов лечили от медалобластомы подобным способом. Первая – это химиотерапия по Пекеру 2006 года. Это вот одно из… Это цисплотин и выкристин. И вторая – это по Тейлору, это как раз та, которая представлена на слайде. И надо сказать, что Тейлор – это химиотерапия, и перед ней лучевая терапия. По Пекеру, наоборот, сначала лучевая терапия, потом химиотерапия. У нас четко описана система терапии, и если это взрослый дебют заболевания во взрослом возрасте, то в этом случае у нас приблизительно 78% трехлетняя выживаемость, и пятилетняя выживаемость будет 74%. И, конечно, все зависит от молекулярных подгрупп, о которых я говорил ранее. И у нас небольшие выборка данных у взрослых пациентов, и нам, конечно же, нужны более крупные анализы, которые могут быть сделаны только интроспективно. Справа вы видите 500 пациентов. Это на основе Национального регистра онкологии в Соединенных Королевствах. Здесь вы видите адювантная химиотерапия, и затем лучевая терапия, которая очень здесь была проанализирована четко. Вторая – это второй график показывает, что химиотерапия в адювантном или неадювантном режиме показывает себя лучше, нежели чем лучевая терапия в качестве моноподхода. Соответственно, лучевая терапия должна следовать за химиотерапией. Но, безусловно, нам нужны дополнительные данные, потому что перспективных данных на данный момент не хватает. Проведена была оценка также токсичности и переносимости. Я до этого показывал микристин и цисплатин. Вот этот режим химиотерапии. Слева здесь вы видите, что взрослые проходят обычно не больше шести циклов подобной химиотерапии, потому что после этого начинаются очень серьезные побочные проявления, токсичность. 60-70% уходят с химиотерапии. И здесь у нас есть разница с педиатрической популяцией. Интервал между циклами, как правило, достаточно длинный. И также интервал между резекцией и химиотерапией. Это приводит к 53 дня, это медиана. Что приводит нас в ту мысль, что терапия должна быть очень хорошо скоординирована у взрослой популяции. Итак, каков у нас текущий статус терапевтических подходов? Какие у нас рекомендации доступны? Прежде всего, очень многие данные взяты из педиатрической популяции пациентов. Надо сказать, что стадирование и также дооперационная оценка, это МРТ и также цереброспинальная жидкость и ее анализ. И по классификации ВОЗ затем мы все это оцениваем. И после этого подход у нас либо тотальная резекция, либо частичная резекция с целью проведения гистологии, и затем определение дальнейшей тактики лечения. У нас есть пациенты, так скажем, промежуточного риска или умеренного риска с небольшим распространением опухоли. И тогда мы определяем молекулярные подгруппу, определяем их как промежуточный риск, и лечим их в качестве стандарта. Это лучевая терапия плюс-минус химиотерапия, и затем химиотерапия после лучевой терапии. И для высокого риска пациентов с отстаточной опухолью, с метастатическим, с одним метастазом как минимум, это стандартная доза химиотерапии, лечевая терапия после этого и затем химиотерапия. В этом случае, в каждом случае, мы должны принимать во внимание, что гораздо позже может возникнуть рецидив у взрослого пациента по сравнению с педиатрической популяцией, соответственно, период наблюдения должен быть дольше. И я хотела бы также поговорить о возможных молекулярных подходах, каким мы можем образом включить молекулярную информацию. Что очень интересно, это то, что Sony Hedgehog – это подгруппа, которая больше распространена, потому что, во-первых, у нас есть четко определяемый сигнальный путь, который может блокировать, ингибировать эту опухоль. И 70% взрослых пациентов подпадают под эту подгруппу. Соответственно, это таргетная терапия. И фактически не будет мутации даунстрим при этом подтипе. И, соответственно, терапия должна работать. И это очень хорошо можно смоделировать. Если вы посмотрите на график посередине сверху, то здесь вы можете увидеть СМО-ингибитор. И вы можете очень хорошо регулировать объем опухоли. Вот здесь, справа, сверху, вы можете увидеть, что опухоль сокращается, если вы ее лечите. Если вы останавливаете терапию, опухоль начинает расти, и вы опять даете терапию, она сокращается. Соответственно, есть определенная резистентность, устойчивость. И вот здесь, внизу, вы можете увидеть как раз модель под инвиво, развитие опухоли у мышей и реакцию на цисплатин. И красным здесь как раз нелеченные мыши. Соответственно, вы видите очень хорошие эффекты, статистические значения на животных моделях. И схожие эффекты мы наблюдаем у пациентов. Вот это пациенты, которых лечили СМО-ингибитором. Есть определенный риск рецидива, потому что есть вторичная резистентность к этой терапии. И есть еще, есть два препарата для СОНИКа. И здесь они были опробованы в клинических исследованиях в РКИ у педиатрических пациентов и у взрослых. Сравнивали со стандартом терапии. Здесь вы видите, что есть тенденция к улучшению как безрецидивной выживаемости, так и летальности. И здесь вы видите как раз СОНИК ДЕГИП. СОНИК ДЕГИП показывает гораздо большую эффективность, по крайней мере, у детей, но также и у взрослых. Небольшая выборка, безусловно, но при этом я полагаю, что это все-таки некоторый намек на то, что это может работать у пациентов. Последняя часть моей презентации. Несколько слов о клинических исследованиях, о концепции исследования ОРТС, которая будет включать взрослых пациентов с медлогластомой, с первичными и конечными исходами, сравнить стандартную терапию, вот эту экспериментальную новую терапию с СОНИК ДЕГИП зависимых пациентов в этой подгруппе. Это была СОНИК ДЕГИП подгруппа, потому что это 70% взрослой популяции пациентов. Есть и другие конечные точки, включая оценку качества жизни, исходы по репродуктивной функции и другие, так скажем, конечные точки, которые являются вторичными. Исследование включает взрослых пациентов, в этой конкретной генетической подгруппе в возрасте от 18 и старше, потому что, по большому счету, 16, извините, потому что педиатры также находят это исследование весьма привлекательным, и ОРТС. Вот таким образом оцениваются пациенты, затем они сертифицируются в подгруппу СОНИК Хачхок. Если они СОНИК Хачхок, то в этом случае их рентомизируют на стандартную терапию или терапию ингибитором, и затем будет вторая рандомизация на дозу, более высокую и низкую дозу, которая будет сделана по всем трем молекулярным подгруппам. Вот это базовое дизайн-исследование, и, так скажем, затем будет традиционное исследование сделано. Будут собирать опухолевые ткани и оценивать также МРТ пациентов и оценивать все в центральной лаборатории, для того, чтобы лучше понять, какие пациенты отличают на терапию, где возникает резистентность и насколько мы можем прогнозировать ответ на терапию у этих пациентов. Это приблизительно 12-15 пациентов. Это паневропейский, так скажем, подход. Австралия также будет участвовать и направлять пациентов в это исследование. И, соответственно, на данный момент вот статус исследования. И несколько центров уже открыто, и остальные будут открываться в июне-июле 2021 года. И мы постараемся набрать как можно больше пациентов в европейском регионе. Большое спасибо. Продолжение следует...